все мы всем привет ребята мы посетили два аркаде штемпл вот возвращаемся в отель ребенок немного температуре сейчас пойдем посмотрим что там и может быть сходим еще в одно место хотелось еще вот добавить смотрите вот эти вот все отели сейчас смотрите видите сколько их все отели меня прям не отпускает эта тема вы знаете они сейчас все пустые вот все пустые но максимум загрузка на процентов 10 все остальное это вот пустые пустые номера и часто так бывает что отели на наполовину пустые на протяжении суток почему так потому что они работают с букингом то есть у них есть договоренность какая-то да чтобы никак не нигде никак по-другому они не отдавали эти номера вот те которые они предоставляют самому букингу вот из-за этого они очень часто находятся в полупустом состоянии это просто парадоксально но это моё это мои наболевшие ну или не знаю неприятное не нечто неприятное здесь какой отель видите красивый но поверьте он пустой стоит вот мы прошли прошли порядочное количество отелей и спрашивали места есть они говорят есть но букинг скорее всего забронирует то или иное место в общем довольно сложная я бы даже сказал довольно непрактичная система этот букинг вот дальше мы получили хотели сейчас ходить еще в одно место но мальчишки позвонили наши вот этот средний наш перегрелся сейчас пойдем этим температура немного прыгает мы хотя мы в довольно прохладном городе здесь плюс 30 днем и 24 ночью поэтому в принципе не должно быть так вообще не должно быть так то есть одно дело когда там мы в городе в котором там 40 40 днем и и 25 ночью это одно дело когда там ну реально жарко но сейчас ветер сильный дует да а вот сейчас вернемся вот и будем планировать дальше нашу поездку наш поход и ветер поднялся это гаражи какие-то да там машины стоят вон непонятно сейчас доберемся до отеля посмотрим что там среди сколько и какие здесь цветы красивые тоже тоже индия эта страна цветов смотрите одно дерево цветет он красными цветочками другое дерево вот белыми 3 дерево это по-моему жасмин нет ни жасмин не пахнет но это здесь люди живут очень красиво вот а вот это по моему дерево это называется чем по вот такие белые цветочки из него делают выжим и масло масло и впоследствии делают благовония под названием чампа или на к чампо бычков кстати здесь очень много и обратите внимание они все очень жирные среди какой они реально очень жирные то есть учитывая то что они живут по большому счету в природе да они сытые потому что отходов много и многие люди подкармливают коров бычков вот коров в основном находятся в как они называются гашалах при храмах вот а бычков выпускают на улицу и они гуляют по улице вот ну и пасутся и они очень спокойные когда они в в природе да они очень спокойные когда они в закрытом помещении они конечно воли не видят а здесь они ходят спокойные как удавы это просто вот ну вот смотрите я показываю эти вот один второй бычок то это корова это бык это у нас кто это тёлка это бычок походу не тоже тёлка тёлка вот ну бычков много прям быков быков прям я не знаю мы уже видели наверное прям огромных очень огромных с такими знаете прям видно что 5-6 лет им вот они прям такие но они очень спокойные прям люди сквозь них ходят а вот это буйволы хотите покажу буйволов здесь тоже походу люди живут о бурн-тучок смотрите какой красивый ай убежал убежал но я же его не вижу вот смотрите как он сидит видите с попробую поближе он убежал все как белочка только с тремя полосочками и поменьше конечно а это все буйволы у них они вроде как тоже являются коровами насколько я знаю про пхупада говорил что пить они тоже дают молоко и пить молоко буйволов неблагоприятно потому что это массичная да то есть это вроде коровы по виду и они очень большие они больше чем коровы а вот но их молоко но слишком жирно и слишком тяжело тяжелое вот потому что коровы они эти буйволы они сами по себе не чистоплотные да то есть они питаются чем попало вот корова более избирательная на более аккуратная а буйволы они такие да и они видите раза в полтора больше чем ли даже два больше чем корова вот но многие индусы чтобы продать молоко буйволов они смешивают коровье молоко буйволиное молоко вот ну естественно таким образом пытаются заработать он аисты стоят какие-то птички вот это все люди вот это гашала здесь походу они содержат коровок вот здесь здесь люба сняла номер небольшой отель отель маленький такой вот еще покажу вот и как бы тут стоит запах всегда стоит запах коровьего навоза не мне нравится я вырос селе тут частично выросили в городе но я к бабушке приезжал постоянно вот я очень комфортно отношусь более того я хочу сказать когда чувствую запах коровьего навоза я испытываю какой-то знаете такое наслаждение вот признаюсь вам честно даже не стесняюсь этого мне нравится запах коровьего навоза ну и соответственно кровью мочи как это пахнет во дворе это нектарное ощущение нектарное состояние вот небольшой отель совсем маленький четыре номера здесь они 5 вот один из не этого обувь наших бойцов вот сейчас один там находится походу опять тепловой удар схватил сейчас покажу может номер покажу